Приветствую вас, и начнем с того, что человек, который играет на вашем чувстве вины, он использует вас. Потому что, если вы ошиблись, а если вы сделали что-то не так, то, в общем-то, достаточно просто извиниться, попросить прощения, но никак не делать что-то, тем более то, что вы не хотите. И уж совершенно однозначно, выше всяких мер, тот факт, что он ставит вам условия, чтобы вы не будете с ним общаться. Это означает, что человек считает, что вы принадлежите ему, это означает, что человек ставит себя выше вас, это означает, что он не дорождит вам, не ценит, не уважает, и просто просто-напросто использует. Ведь, понимаете, какая ситуация? Вы можете ошибиться еще. Человеку вообще свойственно ошибаться в жизни. Он, к сожалению, так устроен, что у него происходят ошибки. Без ошибок нам, к сожалению, никуда. Мы живем один первый раз в жизни, и ошибки-то нормально. И представьте себе, если мужчин каждый раз будут вас вот так позавливать и просить что-то сделать, причем то, что вы не хотите. Понимаете? Это означает, что человек не принимает вас полностью, это означает, что он пользуется тем, что вы ошибаетесь. А может быть, он заранее ставит у вас такие условия, такие рамки, чтобы точно знать, что вы ошибетесь. Чтобы точно знать, что вы сделаете что-то не так, и у него появится возможность через вас одним образом получить желаемое. Конечно, это не нормально, это неправильно, и можно говорить о том, что человек эгоист, думает только о себе и никак не интересуется вами. Внимательство вас не ставит и не считает вас равным себе, достоинным человеком и уважаемой женщиной. И ответственно, с таким мужчиной не стоит даже общаться и просто-напросто стоит прекратить с ним общение и забыть как страшный сон. Люди, которые искренне относятся к нам, никогда не будут ставить условия, никогда не будут подлавливать нас на чувство вины и, собственно, будут всегда относиться уважительно, с пониманием, принимая нас такими, какие мы есть. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим, буду благодарен.